Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великие Музеи Мира. Джузеппе Чезаре, кавалер де Арпино. Диана Охотница, 1601-1603 годы. Дерево масла, 44 на 32. Джузеппе Чезаре, итальянский художник, представитель римской школы. Он учился у своего отца, Чезаре де Арпино. Живописец работал в Риме, Неаполе и Франции. Получил от Людовика XIII звание кавалера ордена Святого Михаила, создавая фрески и картины главным образом на религиозный сюжет. Как и подавляющее большинство произведений старых мастеров, данное не заглавлено автором. Тем не менее, предполагалось, что зритель однозначно поймет, кто изображен, владея языком атрибутов. Диана, одна из двенадцати богинь Олимпа, узнается по орудию, дротику или копью, которое держит и охотничьим собакам. Художников всегда привлекала возможность передать красоту человеческого тела. Между тем, христианская мораль не позволяла выбрать модель из современного общества. Даже в XIX веке разразился скандал, когда Мане представил свою картину «Завтрак на траве» с однаженной женщиной. Многота допускалась лишь в изображении Иисуса на кресте. Он мог быть в одной наведренной повязке. Кающийся в Марины Магдалины и святого Себастьяна. Когда Микеланджело показал обнаженную фигуру на фреске в сикстинской капелле, церковь приняла решение их задрапировать. Однако античные языческие персонажи могли быть раздетыми. Притом богиня-охотница суровая и атлетичная, как ее рисует миф, который было принято изображать с обнаженной грудью в эпоху Возрождения, олицетворяла целомодуля. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Джузеппе Чезаре, Кавалер де Арпино, Диана Охотница, 1603 год. Пока-пока, до свидания.